Три обычных криминальных аборта. Автор Андрей Ломачинский. Первый обычный криминальный аборт. Труп этой молодой женщины поступил из маленького северного военного городка. Даже глаза не закрыли. Господи, лежит голое тело на столе, взор голубой в потолок. Весь персонал, включая виды видавших старых и многоопытных циников-прозекторов, проходя мимо, изрекает одно и то же слово. Красивое. От живой, кроме отсутствия дыхания, отличается лишь цветом белого мрамора. Эдакая статуя творения Микеланджело. Ну, хватит лирики. Где мой секционный нож? Через пять минут причина смерти ясна, как солнечный день. Острая кровопотеря. Правда, из весьма пикантного места. На поверхности эндометрия, то есть внутренней выстилки матки, здоровое вышкребленное пятно. Явно беременность под пять месяцев. Да и сама матка размерами и толщиной стенки этому сроку соответствует. Точнее, весь эндометрий от скребли. Просто плацентарное место выделяется. В теле сосудики, схлопнувшиеся. Крови осталось мало. Видать, за ночь вытекла в объемах, несовместимых с жизнью. Эх, жалко. Какую тетку загубили. По образованию педагог. Всего первый год, как после института. Муж, молодой офицер. Семейная жизнь толком еще не началась. Елизавета Петровна. Лиза. Лизонька. Лизка? Кому как? Ему, Лизонька. Законному мужу, соавтору беременности. А вот по каким соображениям Лизонька от ребенка решила отказаться. Для красавиц лейтенантских жен, увы, не редкость. Лиза была коренной ленинградкой. Родилась и взросла в самом центре Северной Пальмиры. Среди дворцов и коммунальных квартир. Среди чистых площадей и грязных колодцев внутренних дворов. Черных ажурных решеток и белых ночей. Под холодными дождями и контрастом теплого метро. Город был частью ее. А она частью города. Лизка бескорыстно обожала Питер. Питер же воздавал ей за это вниманием и почестями, длинными, прилипчивыми взглядами парней и завистливо колючими глазами девушек. Она была красива. Слишком красива. Настолько красива, что ни в школе, ни в институте никто не рисковал с ней сблизиться. Может, в универе, медиа или технологии все было бы иначе. Там парней много. Но не в педе. В педе мужичков мало. Все они на виду и свою самооценку берегут. Кто захочет связываться с фотомоделью, с риском потерпеть сокрушительная фиаско. Мужики красивые боятся. По жизни они любят средних, а с красивыми они спят в мечтах. Со средними они кавалеры и властелины, а с красивыми они сторожа. И что можно противопоставить ее внешности в свои двадцать с хвостиком. Она уже центр внимания, а ты еще никто. Не получается паритетного начала. А институтская любовь – это чувство равных. Поэтому частенько очень красивые девушки при всеобщем почитании оказываются довольно одиноки. На выпускной вечер новоиспеченных офицеров ЗРКУ, зенитчиков-ракетчиков, она попала практически случайно. Сама три дня назад выпустилась. Будучи прописанной у папы с мамой, осталась в Ленинграде. Правда, конкретной школы как место будущей работы по распределению еще не имела. Городской нарообраз с приложением ее учительского таланта еще не определился. И тут она встретила Максима. Могучее сложение, мужественное лицо, новая офицерская форма так ладно подчеркивает мужскую фигуру, а всякие яркие блестяшкие палеты даже как-то возбуждают. Дерзкий, но культурный и умный. Без каких-либо намеков на собственную неуверенность. Он так не походил на парней из ее педагогического окружения. Годы жизни в чисто мужских коллективах, военных училищ и академий накладывают свой отпечаток. Большинство курсантов не имеют повседневного опыта общения с противоположным полом. А когда с ним сталкиваются, то подсознательно включают свои привычные стереотипы. Напрочь сбивающие дистанцию. Будь то гусар утонченной души или сапог-солдафон. Всегда где-то внутри сидит поручик Ржевский, в той или иной степени, конечно. А ведь именно поручика так часто ждут всеми желаемые, но всеми избегаемые красавицы. Именно поручик и завоевал ленинградское сердце Лизоньки. Она бросила все и практически мгновенно за месяц выскочила замуж, выписывалась от родителей и уехала в Кандалакшу. Нет, Максим не был плох. Поручик, раздающий патроны, умело чередовался с корнетом, плещущим вина на званых балах. Если бы его часть стояла под Петергофом, то ее жизнь, наверное, была бы счастливой. Однако специфика ракетчиков такая – глухие уголки, грязь по колено и скучно сварливый коллектив офицерских жен, где все про всех все знают. Это даже не провинция, это ссылка, это каторга. А Лиза отнюдь не разделяла взглядов декабристок. Она вдруг поняла, что лучшие годы ее жизни должны пройти в досах – домах офицерского состава, где супруги, начштаба и командира являлись главенствующей инстанцией, снисходительно патронирующей или, наоборот, злобно презирающей любую другую женщину, ведающими распространением импортных сапог и слухов, безоговорочно любящими лесть и подчинение. А она привыкла блистать. Блюстать не получалось, получалось гавкаться. Как-то сразу эта красавица своими столичными манерами вызвала ненависть полковых матрон. Да и муж, казалось бы, единственная верная опора ни с того ни с сего всерьез ударился в службу, гонял солдат и болел за матчасть. Вдруг оказалось, что ее мечта стать полковником или генералом требует для своего воплощения громадного напряжения сил и неразумной траты времени, забранного у нее и отданного бездушным радаром и ракетам. Она днями и вечерами оставалась в одиночестве, а вокруг одни болота и нет людей. Комары и криволесье, росомахи и пропора, солдаты и сержанты, особисты, замполиты, зампотехи и зампотылы. Господи, что же я тебе сделала, что ты посадил меня в эту дыру? Снова так захотелось быть в центре ее города с его многомиллионными обожающими глазами. Пусть похотливыми, пусть на секунду, но всегда в центре. Лиза осознала, что 23 – это не конец, а начало. То, чем природа наградила ее, а именно редкой красотой, все еще при ней, хотя и не будет долго. Что ее красота в городе означают реальные возможности, и что в институте она просто жевала сопли, вместо того, чтобы эти возможности использовать. А Максим должен понять простую истину, что она выше болот и сплетен жен комсостава. Она создана для города. Она любит город. Она не может без города. Солдаты, радары и ракеты для нее не важны, как не важны и погоны, пусть даже полковничьи, но в такой дыре. Зарплата тоже ничего не значит. Лучше с рублем по проспекту, чем с сотней по сопкам. Стоило ей закрыть глаза, как ярким видением представал силуэт набережной Невы. Растральные колонны и зимний. А мосты, а подзимка. Она останавливалась около тяжелых многоустных ураганов, когда те выползали из-за бетонного забора части. Специфический запах какой-то смазки или еще чего-то напоминал воздух метрополитена. Вспоминались восстания, Пушкинская, Чернышевского, ее родные станции. В местной школе Елизавета Петровна с боем получила шесть часов в неделю, четыре урока и два часа на домашку. Учеников было мало, а офицерских жен учителей явный перебор. Работа не могла скрасить ее одиночество. Муж уходил в шесть, а возвращался порой за полночь. Она пилила его за это уже три месяца, но результатов не было. Точнее, результаты были. Максим совсем зациклился на карьере и стал высказывать откровенное недовольство поведением жены. Ему страшно не нравилась ее дерзость и независимость в отношении жен его начальников. Нашла коса на камень. К сожалению, Лиза подошла к пределам своего терпения на пятом месяце беременности. В тот вечер Максим вернулся совсем поздно. У его солдат были ночные стрельбы. Он грузно плюхнулся на обувную полку в прихожей и стал стягивать грязные сапоги. Лиза глядела на комки грязи, разлетавшиеся по чистому, только что вымытому линолеуму. Глядела на свои осиротевшие туфли на высоком каблуке, которые здесь так ни разу и не одела. На мокрую плащ-палатку и вьющихся у лампы комаров. Злость и досада переполнили ее. Как мне здесь надоело. Я вернусь в Ленинград. Упаду и буду целовать асфальт Невского проспекта. Она выдержала без малого год и с нее хватит. И она высказала ему все. Максим также в долгу не остался. Началась перебранка на всю оставшуюся ночь. К утру оба сочли брак досадной ошибкой, а беременность глупым следствием обоюдного недоразумения. Максим в последнее время догадывался, что Лиза уйдет. И страшно переживал за предстоящие алименты. Конечно, развод для советского офицера был солидным ударом по карьере. Полетать дел подобной аморалки не прощал. Однако без детей дело обстояло куда легче. Разовая крупная про песочка. А вот когда в дальнейшей жизни за послужным листом военнослужащего тянулся исполнительный лист суда, аморалка длилась до совершеннолетия брошенных отпрысков. Генеральские погоны автоматически переходили в раздел несбывшихся мечтаний. Лиза же понимала, имея на ребенка на руках, хоть ее финансовое состояние несколько улучшится, по советским понятиям офицеры получали много. Но шансы нового старта заметно сократятся. А ей был нужен старт совершенно новой жизни, без старых хвостов. Беременность стала лишней по обоюдному согласию сторон. Только уже поздно. После трех месяцев ни один абортарий за такое дело легально не взялся бы. Однако мир не без чудес, и не без добрых людей. Аборт пятимесячного плода был сделан прямо на следующий день, после окончательного выяснения семейных отношений. А еще через день, на утро после аборта, красавица Лиза была уже мертва. В принципе, что три, что пять, для врача технически разница небольшая. А вот для женщины риск возрастает многократно. Хотя если в больничных условиях, то обычно и с такими сроками после абортов не мрут. Только полежать на пациентке под врачебным наблюдением, как после родов. А тут вот какая история получилась. Аборт Лизоньки сделали вечером и отправили ножками топать четыре километра по грязной дороге, глубокой колее, набитой по болотам тяжелой военной техникой. Лиза едва дошла домой и сразу легла спать. Максим опять явился поздно, с ней больше разговаривать не стал, так как увидел в ванной полотенце в красных пятнах и понял, что все прошло как надо. Молча завалился на раскладушку в другой комнате. А на утро его жена не проснулась. Матрас под ней тяжеленный стал, за ночь весь кровью пропитался. Вот и закончили мы с Лизкой. В смысле вскрыли, ушили. Ушили ее швом, косичкой, как всех, только на ее белом обескровленном теле черная капроновая нитка резче выделялась. Пора бумаги писать. Только накатал я протокол, как является капитан, следак из военной прокуратуры. Он уже по месту пошустрил и кое-чего по делу накопал. В той части, где служил муж покойный, был очень интересный майор Ночмет. Давным-давно закончился и медик, гражданский мединститут со специализацией по гинекологии. Потом попал по обязаловке в армию, где в те времена была и зарплата повыше, и хлопот поменьше. Там и прикипел. Дорос до начальника медицинской службы полка, но свою первичную специализацию не забыл. Ну, в нормальном советском полку на тысячу военных мужиков одна женщина военнослужащая приходилась. Обычно сидела такая зеленая юбка на должности какой-нибудь машинистки в штабе. Жены офицеров военнослужащими не являлись, а раз контингента нет, то и легальной гинекологией Ночмеду заниматься не приходилось. Вот он и занялся нелегальный. В основном абортами среди жен. Следак к этому майору умудрился в гараж залезть. Так там подвал весь был белым кафелем обложен. Стояло гинекологическое кресло и стерилизаторы, полные специфического хирургического инструментария. Короче, все по науке. По науке, если бы своих пациенток домой сразу не гнал. Ох, не люблю я коллег в погонах сажать, да приходится. А в этом случае и без сожаления. Второй обычный криминальный аборт. Ну, этот труп был совсем не белый. Скорее желтый, как лимон. 35 лет. Трое деток осталось. И чего бы ей не родить четвертого. Срок беременности самый подходящий для аборта. Около двух месяцев. С таким сроком иди себе легально в женскую консультацию и скребистом на здоровье. Но есть одно но. Муж ведь на подлодке служит. И по сроку беременности в папа отнюдь не попадает. Так как в момент он и находился далеко-далеко в другом полушарии под водой. Поэтому и побоялась верная жена тащиться в какое-либо медицинское учреждение. Но ведь мир не без добрых людей. Нашелся один знахарь-терапевт в Североморске. Помог за 200 рублей. Пришел этот лекарь на дом. В дипломате укороченный гинекологический набор, зеркало, пулевые щипцы, набор бужей, две кюретки и аборцанг. Специально для мужиков объясняю. Зеркало – это такая блестящая железяка, которую женское хозяйство раскрывает. Затем в ход идут пулевые щипцы, здоровый, подобный ножницам инструмент, кончики которого загнуты в хищные когти. Пулевыми щипцами никакие пули не вытаскивают. Ими хватают за Зев в шейке матки, прокалывают ее насквозь и тянут к выходу. А если снаружи смотреть, то ко входу влагальща. Зев матки узенький, и его надо расширить. Для этой цели и существуют бужи. Они чем-то похожи на металлический мужской член, только с острым концом. Для нормального аборта необходим целый набор таких штук разного диаметра. Начинают вводить с тоненьких, а заканчивают толстенными. Потом в эту дуру суют аборцанг. Это такие длинные щипцы с остро отточенными колечками на концах. Когда колечки замкнуты, то аборцанг относительно безопасен, и его легко можно запихнуть в матку и там бодро пощелкать. Края колец быстро кромсают тело зародыша на кусочки. Ими же можно легко эти кусочки из матки вытянуть. Малюсенькие ручки, ножки, фрагменты смешного кукольного личика, и еще хрящевого черепа и тельца. Как только ребеночка убили, надо позаботиться об маточной выстилке. Ее надо хорошенько отскрести до милого звука царапания ножом по картону. Для этих целей и предназначены кюретки. Эдакие лезвия, загнутые петелькой на длинной рукоятке. Помните такие забавные плетки? Неизменный атрибут фашистского надзирателя в концлагере. Длинная ручка с небольшим ремешком на конце. Кюретка их полная копия, разве что слегка уменьшенная и выполненная из медицинской стали. Ее тоже суют в матку, и там хорошенько стягают маточные стенки изнутри. Кровушка с ошметками эндометрия весело течет между ног в подставленный эмалированный тазик. Ну вот и с этим покончено. Доброго вам здоровица, милая женщина. Мужики, жалейте своих жен, не будьте дураками. Ей богу легче простить, чем потерять. Ведь врач, какой бы он опытный не был, на аборте всегда работает вслепую. А это значит, что никто не застрахован от маленькой такой невезухи. Кюреткой или аборцангом можно невзначай проткнуть стенку матки и выйти в брюшную полость. А там режущие колечки зажмут кишку и быстренько выпустят ее содержимое говно в брюхо. Если женщина быстро не умрет от внутреннего кровотечения, то может запросто долго умирать от разлитого перитонита. Перитонит – это воспаление брюшины, когда бактерии из излившегося кала и кишечных соков начинают жить не внутри кишок, а снаружи, но внутри живота. Тут уж больше половины в гроб. Хотя если аборца в больничных условиях, то кое-что сделать можно. Быстро распанахать живот, кишку ушить или наоборот разрезать и вывести оба конца двустволкой через переднюю брюшную стенку, перелить кровь, промыть брюшную полость и молиться Богу об успешном исходе. Ну что, еще охота делать аборты? Так вот, знахарь-терапевт аборцангом вытащил кишку из матки в влагалище. А как вытащил, так обомлел, ибо будучи врачом, он знал, чем дело кончится. Нормальный человек? Давайте теоретически допустим, что криминальными абортами может заниматься нормальный человек. Так вот, нормальный сразу бы бросил все как есть и позвонил бы в скорую. Женщину может спасти только немедленная полостная операция. Но ведь криминальные аборты обычно ненормальные делают. И ведь после такого звонка, хочешь или не хочешь, а сидеть на зоне придется. Поэтому наш терапевт никуда звонить не стал. Запихал тем же аборцангом кишку обратно в брюшную полость, дал женщине тетрациклина и ушел домой. Ну, антибиотик в этом случае был как слону дробина. Перитонит разлился на следующий день, а еще через пять дней мать троих детей оказалась в морге. А терапевт в тюряге, уже с отягчающими. И его не жалко. Третий обычный криминальный аборт Знаете, какое самое главное условие любой хирургической операции? Асептика. То бишь, чтобы на инструментарии и вибрационных микробов не было. Аборт – это почти обычная хирургическая операция. Все необычности там, что малюсенького человечка убивают. А во всем остальном – рутинная хирургия. Так вот, главное правило рутинной хирургии при криминальных абортах Частенько не соблюдается. Трудно поддерживать стерильность в нестерильных условиях. Труп этой 17-летней девушки по цвету напоминал кофе с молоком. Вот чудо. Едва привезли, как сразу разлагаться начала. Воняет, как от пятидневной. Похоже, что милочка бактериями нашпигована. По вскрытию оказалось точно так. Сепсис. Или заражение крови по-народному. Откуда это заражение началось, долго искать не надо. Вместо матки – зловонный мешок с гноем. Да, мы не из брезгливых. Сейчас и это распотрошим. Ой, что видно. Аборт недельной давности. Сроки беременности совсем небольшие. Наверное, всего около полутора месяцев. Как же тебе так угораздило, дорогая? Аборт недельной давности. Руку положил. Да не хотел он ее лапать. Наспор перед пацанами рисовался. Из этой затеи ничего хорошего не вышло. Людка прилюдно лупила его по голове. Учебником географии. А потом месяц списывать не давала. Но это два года назад. Недавно Игорек опять ей руку положил. Туда же. И уже без всякой рисовки. Очень захотелось за Людке нуляшку подержаться. Была алгебра, скука и тишина. Вот он и рискнул. Парта у них последняя, угловая. Никто не видит. Он чувствовал, что на этот раз Людка скандал не поднимет. Но ожидал, что его руку тотчас же со своего бедра сбросит. А она вздрогнула от первого слабого прикосновения. А потом сделала вид, что ничего не происходит. Не сбросила руку. Игорь сам испугался такого поворота событий и руку убрал. Люда вела себя с ним, как ничего не произошло. А Игорь спать не мог. Так ему этот момент вспоминался. На следующий день он уже Людке нуляшку хорошо погладил. Но пока только сверху. А еще через день осмелел и запустил руку между ног. И опять никакой реакции. Лишь на последнем уроке Люда ему тихо сказала, что у нее дома сегодня никого. Предки раньше восьми не вернутся. И было это всего два месяца назад. То, что залетело, Люда поняла быстро. Задержка и головокружение с подташниванием. Точно, как было недавно у старшей сестры. Конечно, папе и маме она ничего не сказала. Но и в женскую консультацию идти побоялась. Сказала подруге. Подруга какой-то старушки со своего подъезда. Старушка и дала наводку сходить к стоматологу. Нет, без шуток к стоматологу. Тетенька стоматолог абортами подрабатывала. Вот этого я понять никак не могу. Да ведь при их специфике на одном зубном протезировании можно было делать состояние. В дремучее советское время они поголовно сидели на золоте. Потом на металлокерамике. Это же месячная зарплата гинеколога в один день. Зачем ей криминальные аборты? Скорее всего, какие-то скрытые психологические драйвы побуждали садистку-донтистку лазить с женщинам туда, где зубы только в анекдотах. А делала она это просто в том же кресле убор машины. Ну, со стерильностью в советской стоматологии не шибко было. Посверлят, поковыряются и бух инструмент в дезраствор. В стоматологии инструментик маленький. И такой метод о септике худо-бедно работал. Гинекологический инструмент большой. Его кипятить надо. Потом на специальном стерильном столе в асептических условиях операционный держать. Нашему стоматологу такое слишком сложным казалось. Инструмент она даже толком не мыла. Так ополаскивала тем же дезраствором в обычном пластмассовом тазу. На дело оставалась наша зубница после работы. Были у нее ключи от поликлиники и кабинет без окон. Темной ноченькой приходили к ней девочки со стольниками в руках. За эти вот стольники и избавляла их докторша от нежелательных беременностей. А что удобно? Дел-то одну ногу в плевательницу, другую на табуретку, лампу отбор машины в самый низ, чтобы между ног светило. И давай работай, вроде как над коренным зубом. Там тоже место узкое. Так да не так. Занесла она в матку инфекцию. Аборт, он же слизистую щита напрочь удаляет, оставляя полость матки одной зияющей раной. Жди, пока новый эндометрий отрастет. Поэтому любой попавший туда микроб идет прямо в кровь. Справедливости ради, должен вам заметить, что микроб в крови еще не конец света. Уж коли затронули стоматологию, то скажу, что бактериемия наличия микробов в крови стопроцентно выявляется после обычной экстракции зуба. Дернули зуб и тут же взяли кровь. Если микробиолог не бездельник, то обязательно чего-нибудь выделит. При аборте дело обстоит иначе. В матке формируется громадный фибрильный слой свернувшейся крови. Хорошая питательная среда для любых бактерий. Поднеси к этому пучку соломы-спичку в виде зараженного инструмента и сразу полыхнет так, что мало не покажется. А вот и полыхнуло. Спалило бактериальным пламенем весь организм молодица десятиклассницы за неделю. Думается, что слабым утешением для ее родителей и незадачливого спарринг-партнера был тот факт, что стоматогинеколога посадили.